Во имя Отца и Сына, и Става Духа! В антифонах, которые мы слышали только что, говорилось о том, что вода и кровь, которые истекли из лепра Иисусова, разделились на четыре источника. Эти четыре источника, это те четыре Евангелия, из которых мы узнаем о жизни, смерти, смерти Иисуса Христа. И сегодня, в день, когда мы вспоминаем распятник Господа на кресте, мы слышим чтение из этих четырех Евангелий, чтение, которое повествует нам о последних часах, последних минутах земной жизни Христа. Евангелисты сохранили для нас семь слов спасителя на кресте. Первое из этих слов, это была молитва, которую Господь произнес, когда воины пробивали Его руки гвоздями, когда Он был распинаем на кресте. И Господь молился о них, «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». В этой молитве отражена вся любовь, которую Господь имеет к людям. Господь любит не только тех людей, которые Ему верны, не только тех людей, которые исполняют Его заповедь, но и своих врагов, и своих распинательных, и всех тех, кто своими грехами, или по неведению, или намеренно вбивает гвоздь в Его руки. И даже когда мы своими грехами наносим раны Господу, Господь и тогда любит нас и молится своему Отцу. «Господи, прости им, ибо они не знают, что делают». Затем в Евангелии мы слышим о том, как двое разбойников, которые были распяты рядом с Иисусом на крестах, поносили Его. Но внезапно один из разбойников одумался. Он увидел страдающего Иисуса. Он вспомнил слова, которые Иисус говорил о том, что когда-нибудь настанет царство, в котором Он будет царем. И сверху Он сказал Господу, «Господи, помяни меня, и когда придешь и во царстве твои». И Господь ответил нам, и это второе слово, которое Господь произнес на кресте, «Сегодня же будешь со мной в раю». И это слово научает нас тому, что каким бы великим ни был грех человека, как далеко человек не отступил бы от Бога, даже если этот человек был разбойником, даже если и всю свою жизнь он был неверен Богу, и распинал Бога, и делал зло людям. Слово покаяния, с которым он обращается к Господу, может открыть ему врата Царствия Небесного. И мы верим, слыша это слово, что что бы ни произошло с нами, Господь всегда будет готов простить нас, Господь всегда будет готов открыть для нас врата Царствия Небесного, если мы приступим к Нему с верой, с покаянием и с любовью. Третье слово, которое донесли до нас евангелисты, это слова Иисуса Христа, обращенные к Его Матери, к Его любимому ученику-апостолу, евангелисту и ад Богослову. При кресте Иисусу стояла, Матерь Ему, и увидев Ее, Господь сказал, «Жен, все сын Твоих», а Иоанну сказал, «Все Матерь Твоя». И этими словами Господь не только вручил Матерь Свою, но попечением Своего любимого ученика, и не только вручил Своего ученика попечением Своей причисти Матери, но и вручил всех нас любви и предстательства Пресвятой Богородице. Вспоминая сегодня Господа на кресте, мы вспоминаем и Божью Матерь на кресте Иисуса, Божью Матерь, которая дала рождение Сыну Божьему, которая вместе с Ним прошла через все страдания, и которая у креста Иисуса стояла и растерзала всех утрогой, и Господь ее предстательство выучает всех нас, верных и неверных своих сыновей и дочерей. В Евангелии мы слышим, что Господь, когда был на кресте, возвал к Своему Отцу, «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» И в этих словах присутствовало вся столь богооставленности, которую Господь испытал на кресте. Никогда ни на один миг Иисус Христос не был оставлен Своим Отцом. Никогда ни на один миг Божество Христа не озмущалось с Его человечеством. Но для того, чтобы пройти путем страданий, ему надо было претерпеть не только оплевание зарушения, не только предательство и отречение от Него. Ему нужно было претерпеть и самое страшное страдание, которое может выпасть на долю человека. Это ощущение, чувство богооставленности. Это то чувство, которое испытывает человек, когда ему кажется, что Бога нет, или что Бог не слышит его молитвы, или что Бог оставил его. И Господь должен был через это пройти для того, чтобы стать одним из нас, для того, чтобы и мы могли в эти минуты богооставленности вспоминать о том, что и Он прошел через эту муку. Господь на кресте воскликнул, жаждал. И это слово Господа свидетельствует о том, что Он переживал муки на кресте реальне, так, как переживает их всякий человек. Он был распит, и это была страшная мучительная смерть, смерть, которая наступала медленно от потери крови и от жажды. Но Господь жаждал не только воды материальной. Господь, прежде всего, жаждал спасения людей. Он жаждал, чтобы эти Его страдания на кресте достигли нашего сердца, чтобы и все человечество откликалось бы на эту Его скорбь, на эту Его муку, на эту Его молитву обо всех нас и Его распинателя. Господь жаждет нашего спасения, именно потому Господь зашел на крест, для того, чтобы каждого из нас спасти, для того, чтобы каждому из нас, как разбойнику благоразумного, открыть двери Царства Небесного. «Когда приближался час смерти Господа, Он произнес «совершилось». Это слово означало то, что наступал конец Его земному подвигу. То, через что надлежало Ему пройти, заканчивалось Его земное страдание, наступала Его небесная слава. Господь был распин, потому что так было необходимо, так было предсказано в Писании. А необходимо это было, опять же, для нашего спасения. Когда Господь сказал «свершилось», это значит, что наше спасение совершилось, это значит, что врата рая отверзлись и для каждого из нас, и в том числе и для тех, кто находился в аду. Ибо сразу после своей смерти Господь сошел в ад. И, наконец, последние слова Господа, которые Господь произнес на кресле, они были обращены к Его Небесному Отцу. Он сказал «Отче, в руки твои предаю Дух Мой». Мы должны только задуматься о том, через что прошел Христос и с каким чувством мог Он произнести эти слова. Ведь еще перед своим крестным страданием Он молился Отцу и говорил «Отче, если возможно, да минует меня чаша свя. Но чаша эта не миновала и Господь Бог отец не сниз зашел к этому вопу, потому что так подлежало пострадать Иисусу Христу». И когда Господь обращался на кресте «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это был крик о муке от разлученности с Отцом. Но Господь умер примиренно со своим Отцом. Он умер с доверием к Отцу. Он умер с чувством того, что совершилось то, что Он должен был совершить. Он умер не в состоянии богоставленности, но в состоянии присутствия Отца. Умер с доверием к Отцу. В Его словах не было упрека. В Его словах была одна бесконечная любовь и бесконечное доверие. Он обратился к Отцу «Отче, в руки твои предаю духу». Это были те слова, с которыми Иисус Христос испустил дух. И вот вспоминая все эти события, вспоминая смерть Господа и Иисуса Христа на кресте, будем помнить о том, что Господь близок к каждому из нас, что Господь близок к нам так же, как Он был близок к благоразумному разбойнику, что Он любит нас так же, как Он любил всех людей, которые окружали Его тогда и Матерь Свою, и учеников Своих, и воинов, и распринашек Его, всех вне зависимости от их собственного отношения к Нему. Будем помнить о том, что чтобы не случилось с нами, как бы далеки мы не были от Бога, Господь всегда будет близок с нами, как бы далеко не отступили мы от Его заповедей. Господь всегда будет любить нас, и даже если бы мы оставили, Он все равно никогда не оставит нас, ибо именно ради этого Он зашел на крест. не отступили. Спасибо за субтитры Алексею Продолжение следует...